Деревня Аркатова Калининского района области, расположенная вдоль Сахаровского шоссе, деревня скорее напоминает коттеджный посёлок. Старых деревянных домов здесь не так много. В одном из них на самом краю Аркатова 14 января произошла трагедия. Вот официальная информация о случившемся. 14 января в доме находилась женщина и её шестилетний сын. У дома расположены вольеры для содержания собак. Женщина открыла вольеры для их уборки, выпустив не менее пяти собак на территорию огороженного огорода. В это время оставшийся без присмотра матери мальчик прошёл на огород. На него напали собаки. Малыш получил многочисленные травмы, в том числе несовместимые с жизнью. С участием опытных следователей, криминалистов Следственного комитета и сотрудников МВД осуществлён выезд на место происшествия. В рамках возбужденного уголовного дела следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего, производится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы случившегося. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Следователям выясняются все обстоятельства и условия, которые привели к гибели ребёнка. В тот же день по факту гибели шестилетнего ребёнка Калининским межрайным следственным отделом регионального следственного комитета возбуждено уголовное дело в отношении матери мальчика причинение смерти по неосторожности. Мы приехали в Аркатово утром 15 января. Вот вольер, где содержатся собаки. Учуяв приближение человека, собаки проявили беспокойство. По первоначальной информации в этом доме занимаются разведением породистых собак. Но соседи пояснили, здесь находится передержка собак разной породы. За собаками следили по-вашему? Следили. Ну и передержка, их там много. О семье, проживающей в этом доме, деревенские отзываются хорошо. Молодые, работящие. Все видели, как гуляли с сыном, ездили в город. Деревенские, если они романовские, это зяты, да? Ну это да, сказали, что это уже внучка, да, хозяйки дома? Да. А собаки этих, знаете, что они собак держали? Вот злоки, это вся деревня знает. А они как-то беспокоили жителей? Собаки? Они фактически не беспокоили. Может быть, когда пройдешь, они, конечно, лаяли, а так они, чтобы туда-сюда не бегали. Трагическую новость местные восприняли с большой тревогой. Я очень, к сожалению, очень грустно мне такое. Это невыдержимо даже. Конечно, нельзя было допускать на таких, к таким собакам. Потому что неизвестный собак, он хороший или привычный. А так-то очень плохо, конечно. Они этого тоже, наверное, не ожидали. На сегодняшний день ситуация не изменилась. Женщина по-прежнему находится в статусе подозреваемой. В рамках возбужденного уголовного дела следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Допрашиваются свидетели случившегося. Устанавливаются причины и условия, способствующие трагедии. Для установления причины смерти ребенка назначена судебно-медицинская экспертиза. Тем временем, по словам старожил, по деревне бегают другие собаки, принадлежащие жителям Аркатова. Они где-то живут, или на даче, они вот, летом, осенью, все, все дорого, вот так, попереду. Это по вашей деревне, да? Да. У нас Курова была, они нападали на Курову. Вот это, они ходят, они же не по одному ходят, по 10, по 13 было. Вот, на нашу Курову нападали, и я сам их вот гонял. Уважаемые жители Верхневолжья, мы в очередной раз призываем вас к бдительности. Отдельное обращение к родителям. Внимательно следите за своими маленькими детьми. Родительского внимания требуют не только маленькие дети, но и подростки. В производстве следователя Заволжского межриного следственного отдела регионального следственного комитета находится целый ряд уголовных дел против половой свободы и половой неприкосновенности несовершеннолетних, в том числе совершенных в сети интернет. Количество таких преступлений увеличилось более чем в два раза. Уголовных дел стало больше благодаря мерам, принятым Заволжским межрином следственным отделом. Стараемся устанавливать все факты таких противоправных действий, выявлять латентные преступления вне зависимости от того, сколько времени прошло. Благодаря слаженной межведомственной работе с органами внутренних дел, все они раскрыты. По уже завершенным и рассмотренным в судах уголовным делам всех виновных осудили. Сейчас дети больше проводят время не с родителями, а в интернете, которые используются злоумышленниками в преступных целях. Прежде всего, это социальные сети. В большинстве случаев это социальная сеть ВКонтакте, либо мессенджер, Ватсап. К сожалению, не всегда родители знают о поведении детей в глобальной сети, их переписке с посторонними, так как дети устанавливают на свои мобильные телефоны пароли, самостоятельно удаляют переписку, стесняются рассказать о произошедшем взрослых из-за страхов непонимания и недоверия. Часто дети, чтобы поделиться своими проблемами, ищут контакты с посторонними. На это и рассчитывают преступники. Именно поэтому детей с малых лет нужно учить быть открытыми с родителями, рассказывать о трудностях и непонятных ситуациях, в которых они оказались, не оставаться наедине с своими проблемами. Профилактика таких преступлений исследователи СК занимаются совместно с сотрудниками полиции, прокуратурой, психологами, преподавателями. Мы используем целый комплекс мер по выявлению негативного интернет-контента, привлечения виновных к ответственности, инициируем мероприятия по повышению правовой грамотности подростков, стараемся сформировать у них базовые знания правил безопасного поведения в глобальной сети. Уголовные дела против половой неприкосновенности подростков – лишь часть многогранной работы следователей Заволжского международного отдела города Твери регионального СК. В сферу ответственности следователей входят сложные и резонансные преступления, в том числе бандитизм, терроризм, коррупция и, конечно же, защита детей. Руководитель отдела майор юстиции Коншоубей Казиев в канун профессионального праздника сотрудников Следственного комитета, отмечаемого в России 15 января, признан лучшим следователем межрайонных следственных отделов по городу Твери регионального следственного комитета.